28 мая Министерство иностранных дел России направило МИД Украины ноту относительно вопросов оказания срочной гуманитарной помощи. Внимание украинской стороны было обращено на то, что в адрес российской стороны поступают обращения от граждан и организаций, находящихся в зоне конфликта в восточных регионах Украины, где в результате силовых действий имеются человеческие жертвы и многочисленные пострадавшие, с просьбой о направлении такой гуманитарной помощи прежде всего медикаментами и медицинскими препаратами. Подчеркнуто, что российская сторона готова оказать населению в упомянутых регионах требуемое содействие, а украинской стороне было предложено принять необходимые меры по обеспечению условий для доставки российской гуманитарной помощи в затронутые конфликтам районы. В ответ 29 мая была получена нота МИД Украины, ознакомление с текстом которой вызывает по меньшей мере удивление. Полностью проигнорировав тему оказания гуманитарной помощи, страдания людей в восточных регионах Украины, где из-за проводимой Киевом военной операции ежедневно гибнут люди, а число раненых и пострадавших продолжает расти, МИД Украины цинично повел речь о ситуации в Крыму, который, по мнению украинской стороны, иссылаясь на некие многочисленные сигналы мирового сообщества, якобы находится на грани гуманитарной катастрофы. Хотелось бы в этой связи отметить, что сегодня жители Республики Крым Российской Федерации, вопреки голословным утверждениям киевских политиков, имеют возможность спокойно жить и работать в мирных и стабильных условиях. К слову, возникающие там проблемы в основном связаны именно с блокадой транспортных артерий со стороны Украины. Отчего стоит, например, известное решение Киева по прекращению подачи воды крымчанам по Северокрымскому каналу? С учетом продолжения Киевом боевых действий против населения восточных регионов Украины, потребность в оказании мирным людям срочной гуманитарной помощи остается весьма актуальной. Мы призываем украинские власти, исходя из общепринятых норм человеческой морали, все же рассмотреть вопросы помощи тем, кто в ней очень остро нуждается. Продолжение следует...